Заработай голду для World of Tanks, выполняя несложные задания на своем мобильном устройстве. А также не забудь ввести специальный промокод. Вся информация в описании. Всем привет, ребята, на связи GrimOptimist. И в сегодняшнем видео у нас свежая подборка ответов разработчиков игры World of Tanks. Примечательна она, помимо всего прочего, также тем фактом, что отвечали представители других регионов разработки игры, то есть не Минский офис. Например, на первую пачку вопросов ответил комьюнити-координатор Фалахим. Если неправильно прочитал, то прошу извинить. Первый тезис. Идеи по изменению нации у Т-34-85 Руди все еще есть, но окончательное решение пока не принято. Если честно, для меня это неожиданность. Какого это хрена менять нацию у Т-34-85 Руди? Зачем это делать, я не знаю. Ну, возможно, решение и не примут. И, наверное, слава богу, ну его нафиг. Японские ПТ могут появиться, но очень не скоро. В принципе, ну я давно уже как бы ванговал на эту тему, что, наверное, что-нибудь подобное появится. Может быть, будут какие-нибудь фугасные ПТ, не дай бог. Но в любом случае, я рад, что они будут не скоро. Что-то мне подсказывает, что рандом будет не очень рад их появлению. Далее. Скорее всего, при переделке экипажа мы будем добавлять новые портреты членов экипажа. Очень-очень важное замечание. Ну, не знаю, может быть, кому-то это надо. Я вообще на эти лица даже не смотрю. Если честно, не помню, как они выглядят. Ну, возможно, есть люди, которые там собирают какие-то, не знаю, близнецов себе там в экипаж или что-то подобное. Может быть, им пригодится. В планах на этот год есть какие-то новые чехословацкие танки. Что бы это ни значило. Вот Экспресс говорит то, что речь, скорее всего, идет про премы, анонсированные в прошлом году. И вообще, очень давно уже ходили у них слухи, что будет какой-то необычный прем восьмого уровня для данной нации. Поживем, увидим. Но это будет скоро. То есть, если в этом году, то, скорее всего, ждать осталось недолго. Итальянская ветка выйдет раньше польской. Ну, это не секрет. В принципе, и так понятно. Разработчики уже сделали акцент, что будет вот итальянский прем этот восьмого уровня. Этот прагетто забыл уже название. Ну, и потом будет сама ветка. Соответственно, а потом только уже Польша. Польская ветка по количеству машин скорее будет напоминать чехословацкую, нежели японскую. Ну, пока говорить об этом смысла нет. Мы ничего не знаем, какие там машины будут, зачем они будут и так далее. Не следует в ближайшее время ожидать венгерской или какой-либо иной ветки. ВГ сосредоточена на польской и итальянской. Ну, то есть, это, видимо, планы вот даже не на год, а, наверное, еще подальше. То есть, вот ждем итальянцев, ждем поляков и, наверное, на этом как бы на какое-то время все это дело устаканится. Об уменьшении размеров командирской башенки у Т110Е5 пока ничего не известно, отвечает нам разработчик. А очень зря, ибо после того, как в очередной раз понерфили вот эту вот командирскую башню у Е5, он опять немножко сдал позиции. Да, танк по-прежнему неплохой, но Суперконкоррор его уделывает, ну, по всем практически параметрам. Это как-то неправильно. Вот, посмотрим, чем все это закончится. Как по мне, возможно, стоило бы оставить не очень хорошее бронирование этой башенки, но просто уменьшить ее размер. Это бы уже было неплохим апом, и меня бы это вполне себе устроило. Сейчас тот же самый Паттон М48, он танкует, блин, почти как Е5, только быстрее значительный ДПМ выше. Поэтому, ну, Е5 немножко не удел. Новый сезон ранговых боев должен появиться гораздо быстрее, чем предыдущие сезоны. Но это речь, видимо, идет уже про следующий, который будет еще там. Видимо, разработчики хотят чуть ли не на постоянной основе. Ну, чтобы прям постоянно были вот эти сезоны. Не знаю, я в них не играю, мне пока дорогие мои нервы, поэтому, наверное, информация будет в первую очередь полезна тем, кто любит ранговые бои, если, конечно, таковые среди вас есть. Польская ветка пока что будет состоять только из одной линейки танков. Ну, подобная ситуация у нас уже была в игре и не раз. В планах есть наказание для утопившейся арты, ребята. Вот это действительно хорошая новость. Я давно говорил, что надо наказывать артиллерию, которая топится. Во-первых, они делают это не всегда, оставшись в одиночестве против всей команды иногда. Когда остается там пять еще человек в команде, она уже топится. И, соответственно, тем самым уменьшает еще шансы на победу. И давно уже следовало какие-то штрафы за это вводить. И я очень рад, что разработчики думают. Правда, как мы знаем, ребята, между, скажем так, тем, как они подумают и тем, как они сделают, может пройти далеко не один год. Это надо было делать, ребята, еще при царе горохи. Ну, да ладно. По крайней мере, отрадно видеть то, что разработчики понимают существование данной проблемы. Также разработчики сообщают, что есть большой шанс на появление очередного марафона с наградами на выбор. Марафоны, в принципе, все любят, потому что это всегда халява, это всегда какой-то ажиотаж, как бы новая мотивация такая поиграть. И, в принципе, я думаю, что было бы неплохо сделать какой-нибудь марафон. Главное, не на Е-25 только вот, и не на какой-нибудь подобной токсичной танке. Тогда все будет хорошо. Кстати, СТРВ-81 без шкурки Саботон вводить пока не планируется. Ну, и хрен бы с ним, если честно. Хотя вот я, например, группу Саботон просто не люблю, при том, что я люблю металл, но вот Саботон, ну, никак не нравится. И для меня, если бы я вдруг захотел купить этот танк, это было бы, наверное, отталкивающим фактором, нежели каким-то, наоборот, положительным. Ну, таких, как я, идиотов не так уж и много, наверное, поэтому хрен бы с ним. Карта Студианка, сообщают разработчики, ориентировочно должна появиться через какое-то время после 1.0. Возможно, вместе с выходом польского дерева. В принципе, новые карты это всегда хорошо, ибо старые уже немножко поднадоели. Правда, нас скоро ждут HD-карты, к которым нам еще предстоит долго и упорно привыкать, но, тем не менее, новость все равно хорошая. В будущем наверняка появятся советские башенные ПТ, но пока что конкретных планов нет. Ну, уже давно ходили, как бы, вот эти вот скриншоты. Да и не только скриншоты, этот танк как палился там на стримах, например, 268 вариант 5 с башней. И, в принципе, подобные машины, я думаю, что еще везти можно. Другой вопрос, нужно ли? У нас и так сейчас перекос идет в сторону ПТ. Ну, как говорят нам разработчики, пока что это будет не скоро, ибо данных раз нету, значит, и говорить об этом пока еще рано. У польских танков, сообщают, разработчики будут точные немецкие пушки и при этом непробиваемые американские башни. Типа это будет фишка ветки. Ну, я тут по поводу точных немецких орудий, да и башен американских бы поспорил, конечно, но поживем увидим, пока говорит рано. И точно нам говорят, боны не появятся в премиумном магазине. Ну, возможно, так же точно, как никогда не будет СТ-10 и ЛТ-10, Но, тем не менее, в принципе, пока понятно, что разработчики, видимо, планов не строят на сбор доната вот таким способом. Также на вопросы европейских и американских игроков World of Tanks ответил креативный директор World of Tanks Андрей Белицкий. Давайте посмотрим, что тут интересного. Вопрос задали такой. В версии 1.0 вы планируете ввести новые эффекты типа ночи, дождя, снега, тумана, которые бы уменьшали обзор? Андрей отвечает, что технически это, конечно, возможно, ну, еще бы, это в консольный танк, как давно уже сделано. Вот, мы проводим внутренние эксперименты. На новых ПК это будет выглядеть отлично, но на средних или плохих не очень, или даже будет мешать геймплею. Ну, я не считаю то, что прямо необходимо все это делать. В игре есть проблемы гораздо более серьезные, чем там погодные эффекты. Хотя, конечно, бы не помешало. Вот, я против бы не был. Единственное, неплохо было бы галочку, опять-таки, поставить. Хотите вы играть с эффектами или без? Вот это бы сильно улучшило, скажем так, ситуацию. В чем причина разглаживания большинства карт? Так может показаться из-за игры света и тени, но карты сбалансированы. Некоторые места действительно были сглажены. Потому что мы посчитали, что они ставят танки с плохими углами вертикальной наводки в невыгодное положение. Тут, кстати, соглашусь, у нас действительно много в игре сейчас танков с плохими УВНами, и на некоторых картах на них очень тяжко играть. Вот, что же касается сглаживания карт, я бы не сказал, что прям так сильно все везде сгладили. Да, есть места отдельные, но в целом новые HD-карты, они тоже довольно-таки, ну, перекопанные. То есть, там есть где-то от башни поиграть, поэтому тут причины для войны не вижу. Будут ли 4К-текстуры доступны для игроков с мощными ПК? Андрей говорит, мы думаем над этим. Ну, по большому счету, бесполезная херня, как по мне. Кто и кто будет играть с этими 4К-текстурами, ёлопало? Я что-то сильно сомневаюсь. Это надо очень-очень мощный ком будет, потому что новая графика, вот с HD-картами, она и так-то, даже вот современные ПК, как бы, ну, не то чтобы на колени ставят, но так, напрягает. Еще и 4К-текстуры, ну, блин, неприоритетно реальная херня. Вот как любят разработчики говорить, это неприоритетная задача, вот это действительно неприоритетная задача. Можно ли ожидать апа в технике в патче 1.0, особенно на восьмом уровне? Спрашивают у Андрея. Он говорит, не в 1.0, но да, ап техники будет, и скоро вы увидите новые подробности. Будет ли новая премиумная арта? Нет, отвечает Андрей, ничего не слышал о подобном. Колесные машины? Да, говорит, есть в планах, но это, скорее всего, на лоу-левеле где-то будет. Почему 2.5.7 именно был выбран как замена для Т-10? Потому что его стиль игры присущ всему дереву. Касаемо Т-10, у нас есть годный продолжатель традиции, на котором играется очень похоже. Поживем, увидим. Что с Chieftain MK6? Не в этом году. Ветка Chieftain находится в очень продвинутой фазе на данный момент. Не в этом году, говорит, и в продвинутой фазе. Довольно странно. Снижение рандома плюс-минус 25%. Нет, в будущем перки, возможно, будут немного влиять на это. То есть будут перки, которые будут уменьшать рандомность. Но это уже, ребят, не секрет, что разработчики не собираются убирать плюс-минус 25%. Уже миллион раз об этом говорили. Ранговые бои восьмого уровня. Да, но не скажу, когда точно. Возможно, запустим на отдельных регионах, как тест, к примеру, на Америке. Это хорошая идея, потому что многие ругают ранговые бои на десятках за то, что там постоянно в минуса уходишь и без према невозможно играть. И это вполне закономерное такое замечание. Ибо действительно накладно. Там в каждый бой минус 50 косарей уходишь, потому что голдой приходится ставить. В общем, такое себе. А вот на восьмом уровне было бы гораздо интереснее. При удалении льготных према в Буркли некоторые танки восьмого уровня перемещены на уровень вниз и понерфлены. Может быть, да, а может быть, нет. Говорит он. Понятно. А может, пошел ты, как в этом... Блин, забывай, из какого фильма ты это там, где Марк Волберг сказал. Короче, на этом, ребята, все ответы разработчиков. В принципе, они не особо важны, но кое-что интересное у нас было. Озвучено. Поэтому будем ждать новостей. Сейчас, конечно, все ждут патч 1.0. Надо будет к нему адаптироваться, привыкать, смотреть, что как оно. И там, наверное, у нас хватит, скажем так, возможностей, чем себя занять. Поэтому давайте дождемся, а там дальше будет видно. Надеюсь, что видео было интересное. Не забывайте ставить большие пальцы вверх и подписываться на канал. Всем до скорого. Всем пока.